Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Напа. Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Огонь свечи на ветру. Уникальная оптическая иллюзия стела на улице Мелькова будет восстановлена. Школьные лидеры определены. По итогам выборов президентов школ будет сформирован городской ученический совет. Долгожданное открытие тренировки в бассейне спортшколы «Виктория» начнутся уже в конце октября. В день, когда православные верующие отмечают День Покрова Пресвятой Богородицы, в храмах Анапы и станицы Гостогаевской приняли присягу более 40 казаков. Все они прошли испытания службой, многие продолжают семейные традиции. Подробности в нашем материале. Доброе лето! Доброе лето! Более 30 казаков приняли присягу в Анапе. Еще 10 в Гостогаевской. Торжественный момент, к которому некоторые шли по нескольку лет. Они пишут заявление, проходят испытательный срок, пока выходит до полугода, до года бывает испытательный срок. Проходят, смотрят, как они себя ведут в обществе, как работают, как занимаются общественным. То есть, общественное поручение выполняют. И уже на основании этого приводятся к присягам. Если человек выдержан испытательный срок, не ушел сам и не попросили его покинуть в обществе, так как за неприводностью, то его выставляют на, так сказать, при выводе, до проведения к присяге, он уже считается полноценным членом общества. Евгений Мельхер – один из новобранцев. Ему 30. Испытания проходил два года. Участвовал в соревнованиях, ходил в рейды. У меня по материной линии, да, с казаков. Семереченские казаки, донские казаки. И я решил продолжить род казачий. Для меня это спокойствие для моих детей. Я хочу, чтобы мои дети жили в спокойствии и не переживали ни за что. Чтобы они спокойно выходили на улицу. Перед казаками постоянно ставятся новые задачи, в том числе охрана социальных объектов, детсадов, школ. На федеральном уровне планируют привлечь казаков к охране государственных объектов. В руководстве районного общества говорят, что сегодня стоит задача довести число его участников до 2,5 тысяч. Сделать это планируется за ближайшие 3-4 года. На улице Мелькова специалисты ремонт строя демонтировали стеллу «Три свечи». Этот памятник долгие годы украшал одну из центральных улиц города и олицетворял подвиг воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, афганского и чеченского конфликтов. Но это место, которое стало любимым для многих жителей и гостей города, осквернили вандалы. По поручению главы города Сергея Сергеева, стелла будет капитально отремонтирована. Полностью разрушено оборудование, которое отвечало за световую поддержку. Поэтому было принято решение временно демонтировать памятник и провести капитальную реставрацию инсталляции. Будем снимать три свечи, потому что все оборудование, электрооборудование, пришло неугодность. Будем его восстанавливать. По месту это невозможно. Будем отвезти, отвезем все на базу и все на базе восстановится. Будем восстанавливать потом все здесь на месте. В процессе реставрации будут обновлены места крепления композиции и полностью заменена электропроводка. По словам специалистов, рабочее напряжение оборудования будет снижено с 220 вольт до 12. Делается это в целях безопасности. Ведь в первую очередь в этом сквере отдыхают родители с детьми. Но самое главное, будет восстановлена идея стеллы, которая была разрушена вандалами еще 10 лет назад. После установки светодиодной подсветки, инсталляция будет смотреться таким образом, что свечи оживут. В темное время суток возникнет эффект пламени, горящего на ветру. В Анапе выбирали школьных президентов. Они войдут в ученический совет города-курорта. Дню голосования предшествовала самая настоящая предвыборная кампания с агитацией и дебатами. Участие в краевом проекте помогает формировать гражданское общество. Кроме того, школьники – это всегда свежий взгляд на самые различные аспекты городской жизни. В избирательной комиссии школа номер 4 говорят, что явка достаточно высокая. В бюллетенях два кандидата. В голосовании принимают участие, начиная с пятого класса. Приходят на переменах. Рядом с прозрачной урной и у кабинок – наблюдатели. Честно все проходит, скажу да. Так что шансы равны у них, я думаю. Элен Хачатрян говорит, что пришла сделать выбор, потому что нельзя оставаться в стороне. Все-таки президент будет представлять родную школу на городском уровне. Специально никого не поддерживала. С программами знакомилась по ходу. Они пытаются наш учебный процесс украсить, скажем так. Потому что школа, особенно если ты учишься в единственном классе, это подготовка к ЕГЭ бесконечна и хочется чего-то интересного. Вот. Ну, мне понравилось то, что их креативные идеи. С идеями можно было ознакомиться во время самой настоящей предвыборной кампании с дебатами кандидатов. В каждой школе есть агитационные плакаты и похожие стенды. Вот, кстати, фотографии. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова обходит школы, смотрит за тем, как организовано голосование. Выборы школьных президентов сегодня проходили по всему Краснодарскому краю. По словам Людмилы Мурашовой, проект помогает воспитывать гражданскую позицию. А городской ученический совет, куда войдут президенты школ, часто является источником свежих идей. Это то, вот до чего, может быть, мы даже где-то и не додумываемся. Поэтому мы очень плотно работаем. Ну, конечно, вот у нас посредники, проводники – это управление по делам молодежи, управление образования. Конечно, они больше занимаются с молодежью. Но я хочу сказать, что каждый день, каждый час, вот завтра у нас буквально опять фестиваль молодежно-туристический, постоянно мы занимаемся с этими ребятами. Активы вот этих ребят, они тесно сотрудничают с управлением по делам молодежи. Они набираются, опять же, жизненного нашего опыта, если хотите, политического, в том числе, опыта, дипломатического. Ну, и опять же, самое главное – это вот их активная такая позиция. В этом году в 29 школах муниципалитета выдвинулись 128 кандидатов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Итоги выборов подведут в субботу. Затем начнется подготовка к заседанию ученического совета нового созыва, где сформируют профильные комитеты, а также изберут председателя. А анапские спортсмены готовятся к открытию бассейна в спортивной школе «Виктория». Огромные объемы работ по капитальному ремонту, которые были выполнены в кратчайшие сроки, это результат слаженных действий руководства школы, администрации города-курорта Анапа и депутата Государственной думы Ивана Демченко. За последними штрихами наблюдала наша съемочная группа. Чаша бассейна спортивной школы «Виктория» уже практически готова. Завершен монтаж нижней части плитки, и уже завтра рабочие приступают к облицовке бортов объекта. Параллельно с этим идет укладка противоскользящего покрытия вокруг чаши. Эти работы планируется завершить к 25 октября. Руководитель школы Ольга Егорова практически постоянно контролирует весь процесс. Открыть бассейн вовремя – это дело чести. Ведь за время ремонта удалось сделать самое главное – не только сохранить действующий чемпионский и педагогический состав, но и набрать новых маленьких абитуриентов, которые с нетерпением ждут начала тренировок. Бассейн очень востребован. Этот вид спорта очень популярен в нашем городе. И слава богу, что мы смогли все-таки сохранить этот бассейн, благодаря усилиям и администрации, муниципалитета и помощи депутата непосредственно Ивана Ивановича Демченко, депутата Госдумы, и всем родителям, которые приняли очень активное участие и помогают, и сейчас активно сдают добровольные пожертвования на развитие материально-технической базы, потому что все понимают, что проблем очень много. У нас полностью сохранилось отделение плавания, и более того, мы продолжаем выступать на соревнованиях. Вот с последних соревнований с ЮФО у нас Женя Искаков привез 7 золотых медалей, Катя Корниенко привезла 2 золотые медали и бронзу, серебро. Юлия Кизнер очень хорошо выступает на первенстве края. Мы привозим призовые места. Саша Бокова у нас выступала на всероссийских соревнованиях. То есть дети продолжают выступать. И, конечно, в этом огромная заслуга родителей, что они поддерживали и нас, и своих детей, и мы вот сохранили и бассейн, и отделение. Но самое интересное и ценное скрыто от глаз посторонних посетителей. Это станции насосного и очистного оборудования. Аналогов этим системам в Краснодарском крае практически нет. Монтажом занимаются краевые специалисты, которые еще 9 лет назад взяли на обслуживание спортивный объект «Виктория». Теперь, демонтировав старые коммуникации, они демонстрируют передовые технологии, используемые при строительстве бассейнов европейского стандарта. Это автоматическая станция дозирования. Она контролирует подачу хлора и уровень pH в воде. То есть, чтобы вода не имела ни кислотную, ни щелочную среду. То есть, для безопасности купающихся. Данная станция самая современная и самая максимальная, что можно быть придумана пока что на данный момент по именно этому классу оборудования. Она автоматически контролирует уровень pH, уровень хлора и уровень редекса. Больше, лучше, наверное, сейчас у нас еще ничего не придумали. Все ремонтные и монтажные работы планируется завершить 1 ноября. После чего бассейн заполнят водой и проверят под нагрузкой систему водоподготовки. А в конце ноября спортсмены уже смогут приступить к тренировкам. Завтра в станице Гостогаевская на базе участковой больницы номер 2 состоится очередной день здоровья. Станичники получат возможность бесплатно проконсультироваться у терапевта, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, педиатра. Также они смогут сделать антропометрические измерения, рост, вес, артериальное давление и скрининг-обследование, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, смокелайзер, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, УЗИ. Все участники Дня здоровья по результатам исследований получат компетентные консультации медиков по укреплению здоровья, буклеты по коррекции факторов риска и действиях при возникших неотложных состояниях на дому до приезда медиков, таких как гипертонический криз, инсульт и инфаркт. С информацией о проведении диагностических исследований и консультации специалистов гостям мероприятия помогут волонтеры. День здоровья пройдет 15 октября с 9.00 до 14.00 по адресу в станице Гостогаевская, улица Советская, 59. Уникальный трейл-старт Анапа-Суко-Брау-Дюрсо пройдет на курорте в это воскресенье. Старты из серии «Гром», известные во многих регионах России, теперь они пришли на кубанскую землю. Спортсменов ждут великолепные виды природы, чистый воздух и настоящие испытания выносливости и воли к победе. Мероприятие проводится компанией «Фриспорт», основанной в 2010 году спортсменами-любителями, за плечами которых немало соревнований по триатлону, бегу, велоспорту, плаванию и лыжным гонкам – от Транс-Альпа до Айронмен. Участие в них позволило перенести международный опыт и успешно реализовать различные спортивные мероприятия в России. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...